Качанная капуста Качанная капуста, кудрявая капуста, цветная капуста и совойская капуста. Качанная капуста различается между собой цветом зеленая, белая, красная, а также формой кочана – остроконечная или круглая. Этот подвид характеризуется гладкими листьями, составляющими плотный качан. Качанная капуста Опылением Но в большинстве случаев они автостерильные. Пыльца одного растения может оплодотворить только другое растение. То есть растения – аллогамные. Чтобы опыление было возможным, растения необходимо выращивать группами. Насекомые являются основными опылителями. Что обеспечивает большое естественное разнообразие вида. Все подвиды капусты огородной, брасика Олирасия, скрещиваются между собой. Поэтому нужно избегать выращивать рядом семенные растения разных типов. Чтобы сохранить сортовую чистоту, рекомендуется отделить один сорт вида капусты огородной от другого дистанции в один километр. Эту дистанцию можно сократить до 500 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как изгородь. Практикуют сортовую изоляцию благодаря ульям с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Или же с москитными сетками, которые открывают поочередно. Смотрите о методах изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития качанной капусты. Капуста Капуста – это двухлетнее растение, которое выращивают для семян так же, как капусту для потребления. Первый год растения формирует качан капусты, который должен перезимовать и зацвести в следующем году. Период посева определяется климатическими условиями, способом зимовки и скороспелостью сортов. Капуста Капуста Цикл А у меня заводчики. Я буду заводчики. Чтобы кочаны капусты перезимовали, рекомендуется их сеять с середины мая до начала июня. Возможно, даже позже, для ранних сортов. Во избежание перезрелой, расколовшейся капусты к концу осени. Маленькие, но плотные кочаны перезимуют гораздо лучше. Нужно оставить минимум 30 семенных растений в первый год вегетации, чтобы получилось сохранить из них 10-15 штук к концу зимы. Производство семян капусты осуществляется со здоровых саженцев, за которыми наблюдают на протяжении всего периода роста, чтобы изучить все характеристики. Отбирают самые крепкие стебли, соответствующие характеристикам сорта и критериям требуемого отбора. Регулярный рост, формирование красивых плотных кочанов, хорошая сохранность, скороспелость, лучшая морозостойкость. Зима – самый деликатный период производства семян. Существует множество способов зимовки семенных растений. Способ выбирают в зависимости от климатических условий, длительности вегетации и имеющейся инфраструктуры. В регионах суровой зимой растения выбирают полностью с корнями в конце осени. Обрывает внешние листья растения, оставляя только компактные головки капусты. Кочаны должны быть сухими и без земли. При низком уровне влажности воздуха растения можно хранить целиком в погребе с земляным полом. Если же влажность повышенная, то лучше хранить в помещении или на чердаке, не допуская их замерзания. Температура помещения не должна опускаться ниже нуля на протяжении длительного времени. Несмотря на то, что капуста выдерживает краткосрочные морозы до минус 5 градусов по Цельсию. Зимой нужно контролировать состояние капусты. Внешние листья могут быть пораженными серой гнилю Ботритис цинерия. Их надо удалить, как и всю гнилую часть, и продезинфицировать поврежденные места древесным пеплом. Некоторые устойчивые к морозам сорта капусты или те, которые выращиваются при мягком климате, могут оставаться на месте произрастания весь зимний период. При мягком климате ее можно также хранить в земле. Мы кладем растения вместе с корнями в глубокие борозды, слегка наклонив, и засыпаем землей. Растения не должны касаться друг друга. При наступлении заморозков нужно их прикрыть стеклом, либо навозом, либо же сухими листьями. Весной нужно снять все защитное покрытие. Но растения не стоит повторно высаживать. Они прорастут сквозь земной слой, а потом расцветут. Другая техника включает в себя сохранение корней без головок, которые можно есть. В конце лета, в сухую погоду, кочаны срезают под основу с небольшим уклоном, оставляя только стебель с корнями. Срезы оставляют подсохнуть на несколько дней и дезинфицируют древесным пеплом. Для большей надежности высушенный срез можно покрыть воском во избежание порчи стебля. Этот метод размножения облегчает зимовку, но растения, которые сохранились таким способом, производят семена худшего качества и в меньшем количестве. Действительно, они не могут расцвести с центра стебля, откуда вырастает самый красивый цветоносный стержень с наилучшими семенами. Семенные растения, которые перезимовали в подвале или на чердаке, повторно сажают весной, второй год, начиная с марта либо апреля. Капусту сажают кочаном в уровень с землей на расстоянии 60 сантиметров одна от другой. Таким способом растения пустят новые корни. Во время посадки и всего периода роста корней очень важно хорошо поливать растения. Для облегчения возникновения цветоносного стебля кочанной капусты иногда необходимо сделать с помощью ножа крестообразный надрез в верхушке головки глубиной в 3-6 сантиметров в зависимости от величины головки. Очень важно не повредить основу капусты, откуда вырастут цветоносные стебли. Иногда необходимо повторить надрез, если цветонос не появляется. Центральная стрелка формирует самые лучшие семена. Для хорошего развития и формирования полноценных семян можно удалить несколько дополнительных стрелок. которые слабее. КОНЕЦ Поскольку цветоносные стебли достигают высоты до 2 метров, необходимо установить подпорки для каждого растения. К ним привязать цветоносы, которые становятся очень тяжелыми во время образования плодов. Сбор, извлечение, сортировка и хранение семян капусты Брассика 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 Семена капусты дозрели, когда капсулы, стручки, становятся бежевого цвета. Семенные стручки Семенные стручки очень сухие. Это означает, что они очень легко открываются при созревании и рассеивают свои семена. В основном стебли не дозревают одновременно. Чтобы не терять семена, можно их собирать по мере зрелости стебля. Можно также собрать растения целиком, не дожидаясь полного созревания всех семян. Для завершения процесса созревания семян важно их высушить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей. Семена капусты готовы к удалению, когда семенные стручки можно легко открыть вручную. Для извлечения семян их нужно выложить на брезент или плотную ткань перед тем, как колотить или растирать руками. Можно также наполнить стручками мешок и колотить по мягкой поверхности. Большие объемы стручков можно топтать ногами или проехаться сверху. Стручки с несозревшими семенами плохо открываются. Они, скорее всего, будут плохо прорастать. Для сортировки семян используют крупное сито для удаления всех отходов, а семена попадут в какую-либо емкость. Потом нужно повторно просеять другим ситом, которое пропускает мелкие отходы, но не семена. Необходимо семена провеять, то есть вентилировать, продувая самостоятельно или с помощью ветра для избавления от остаточных отходов. Все семена вида капусты огородной очень похожи между собой. Поэтому очень тяжело отличить, например, семена качанной капусты от цветной капусты. Большое значение имеет маркировка семенных растений и собранных семян с указанием вида, сорта и года сбора овощной культуры. Для хранения семена оставляют на несколько дней в морозилке, чтобы уничтожить паразитов. Семена капусты способны к прорастанию на протяжении пяти лет. В то же время они могут сохранять схожесть до десяти лет. Эту способность к прорастанию можно продлить за счет хранения при низкой температуре. Один грамм семян состоит из 250-300 зерен в зависимости от сорта. Музыка 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 Музыка